Творческий сундучок И когда читаешь ваши комментарии, сразу возникают ассоциации, воспоминания. И спасибо вам всем за это огромное. Сегодня я буду работать вот с этими небольшими лоскутами. Это портьерные шторные ткани. Давно хотела ими заняться. Подобрала нужные мне по расцветке. Ткани лоскутики такого размера, чтобы на них уместился вот такой квадратик размером 8х8. Располагать квадратик на ткани надо стараться строго подолевой, чтобы потом при сшивании у нас не возникло никаких проблем. Мы же знаем, что по косой ткань сильно тянется. И таких квадратов нам понадобится 36 штук. Ткани эти очень сыпучие, поэтому если у вас есть ножницы зигзаг, лучше воспользоваться ими. Это позволит избежать осыпания. Видите, да? Край не сыпется. Но если я шаблон приложила к краю лоскута, как вот здесь, я его оставляю ровным. Предвижу вопросы, где взять такие обрезки. Эти мне достались от моей приятельницы, но вы можете попросить в любом ателье, где шьют шторы. Они их выбрасывают. Поэтому можно смело обращаться, не стесняться. Разложила вырезанные квадратики хаотичным порядком, так, чтобы одинаковые по цвету не располагались рядом. Два крайних столбика я уже соединила между собой, и у меня получилась вот такая гирлянда. И точно так же я соединю попарно еще по два столбика. Сдвоенные полоски я откладила. Пока они не соединились в большое полотно, это сделать удобнее. И, кстати, на этом этапе сдвоенные полоски также можно и поменять местами, что, в общем-то, я и сделала. Ну, а сейчас я их соединю уже между собой. И так как эти ткани скользкие, подвижные, перед сшиванием их лучше сколоть. Осталось соединить по горизонтали. И хочу обратить ваше внимание на припуски. У рядом лежащих квадратов припуски смотрят в разные стороны. Это дает нам возможность избежать лишнего утолщения. Если у этого квадрата припуски смотрят в разные стороны, то у следующего квадрата припуски смотрят друг на друга. И так через один. Такая же картина и по вертикали. Готовое полотно я собрала в сэндвич. Здесь у меня тонкий слой синтепона и нижняя ткань. Простегала заготовку по линиям шва и отстрочила по контуру. Можно вот эту заготовку оставить и в таком виде, но мне захотелось пофантазировать. Я вырезала из органзы вот такие кружочки. И из синтетической ткани. Добавила белый. И вот каким-то таким образом я все это расположу на заготовке. Кружочки буду пристраивать швом зигзаг. И вот что у меня получилось. Декоративные детали отстрочила мелким зигзагом. Заготовку выровняла по краям. И у меня получился размер 40 на 40. Еще я приготовила две детали. Они у меня тоже простеганные. По ширине детали равны верхней части. А по высоте, собственно, у вас они могут быть свои эти размеры. По высоте 30 большая деталь и 23 деталь, которая поменьше. На лицевую сторону верхней детали я накладываю лицом к лицу большую деталь. А сверху накладываю меньшую. И все детали стачиваю по всему периметру. Так вот отстрочила. Немножко подрежу уголки. И теперь припуски я обработаю бейкой. Это у меня тоже органза. Я подобрала в цвет. Ширина бейки 6 см. Я ее сложила вдвое и заутюжила. Ну вот, упаковали все припуски. Мне нравится использовать для этого органзу. Получается тонко, чисто. И теперь выворачиваем наволочку на лицевую сторону. И теперь вкладываем нашу подушечку. Ну вот, подушка получилась с хорошим заходом. Здесь заход, то есть накладка двух деталей друг на друга 13 см. И вот такая подушечка у нас получилась. По-моему, очень даже нарядная. Если вам понравилось, ставьте лайки. Пишите комментарии. Подписывайтесь на канал, если вы не подписывались. В последнее время опять появились заявления от официальных лиц. О том, что будут блокировать Ютуб на территории России. Ну и чтобы нам не потеряться, чтобы не потерять друг друга, заходите на мой канал в Дзен под таким же названием «Творческий сундучок». Под каждым видео я оставляю ссылки на этот канал. Ну а пока мы здесь, в привычном формате. Жмите на колокольчик, чтобы получать уведомления о моих новых работах. И я с вами на этом прощаюсь. До скорой встречи! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok